Доктор Михаил Лайтман В принципе, наше желание — это и есть творение. И последняя стадия Малхут, мы говорили о том, что она, это такое уже осознанное желание наслаждаться именно уже статусом Творца, то есть связью с Ним и использовать его ради себя. Вот как она начинает использовать эту связь ради себя, то есть этим положением, в котором она находится, возникает такое чувство, как стыд. И затем описывается такое следующее действие — это сокращение, называется первое сокращение. Вот если Вы можете, расскажите последующий этап. Что это за чувство, стыд? Стыд — это ощущение себя несовпадающим с Творцом по желаниям, по планам, по действиям. И от этого в человеке возникает такое несоответствие между Ним и Творцом, которое называется стыд. Вот почему говорят, что стыд — это как бы новое творение, то есть что-то, что не было до этого? Да, стыд — это действительно новое ощущение в творении, в желании насладиться, получать, потому что раньше такого ощущения не было. И оно возникает в желании, когда оно ощущает себя именно несоответствующим Творцом. Это что-то, что создал Творец, Высшая Сила, или это уже реакция творения, это что-то новое? Нет, это то, что создал именно Творец. Это не реакция просто так. Это то, что создал Творец, и то, что Творец ощущает на себе, как отличие, коренное отличие от Творца. То есть он создал желание получать, это желание получать в конце своего развития, ощущает, что оно получающее, а есть кто-то, кто дающий. И это вызывает стыд. Да. Да, и далее вот описывается, мы читаем о первом сокращении, это такой вообще интересный закон, наверное, один из первых законов вообще мироздания. Пишет нам в 14 пункте, кто может, кто хочет, это переведено на русский язык, эта статья, может почитать. Он пишет так, что для того, чтобы избавить творение от такого огромного отдаляющего разделения, как стыд, произошёл этот цимцумалев или сокращение, цимцум это на иврите, первое сокращение, суть которого в том, что он отделил вышеупомянутую пхина-далет, то есть это последнюю стадию малхут, от всех остальных объектов, желаний, и что огромная мера её получения остались полностью свободными и пустыми от света пространства. То есть наше желание, вот это, которое создано, осталось пустым. Так вот подробнее об этом первом сокращении, и где оно проявляется, может, даже в нашем мире, где его можно увидеть? Дело в том, что Творец, когда создал желание, он наполнил его светом, с помощью света, он дал этому желанию возможность развиться, а потом сделал так, что этот свет удалился из желания, и желание осталось пустым. Вот это вот сокращение желания на ощущение света в нём называется именно сокращением, цимцум. И свет сжался и удалился из сотворённого им же желания, и с тех пор он находится как бы вне желания. Теперь дальше, что Творец желает сделать? Он желает, чтобы свет вошёл в желание именно в соответствии с действием самого желания. То есть попроси меня, и я в тебя войду, попроси меня, и я тебя наполню, попроси меня, и я приближусь к тебе, я посвечу тебе и так далее. То есть тогда мы с тобой станем товарищами, партнёрами и так далее. Это то, что свет желает от сотворённого желания. И здесь уже возникает между ними определённая система взаимодействия, взаимосвязи. Вот с этого состояния и далее мы уже можем говорить как о творении и Творце, о желании и на его наполнении. В этом и состоит практически вся наука Каббала. То есть каким образом творение получает наполнение от света, и каким образом оно регулирует это наполнение света в себе. То есть если я правильно понимаю, такой зум-аут сделаем. То есть Бал-Ас-Сулам, вообще все каббалисты на тысячах страницах, они как бы описывают историю создания самого желания и взаимоотношений между светом и клили, или там, допустим, желаниями и наполнением. Да. И это вся система, которая сверху вниз это называется. То есть ещё до сотворения человека в нашем мире. Да. То есть это, ну как бы, как мы видим, в наших генах заложены какие-то инстинкты, и они только развиваются в нас. И мы уже на них реагируем. То же самое и здесь. Так я понимаю? Да. Так если я правильно понимаю, законное первое сокращение – это что запрещено свету входить в наше желание, если это желание не готово правильно принять этот свет. Да. Это изначально уже так поставлено. То есть первое сокращение может сделать такое определение, что это запрет наслаждаться ради себя. Да. Но всё равно мы видим в нашем мире, мне хочется увидеть, где это в нашем мире происходит. Мы видим, что да, люди наслаждаются ради себя. Да. Но тут, понимаешь, дело же в том, что люди наслаждаются микродозами высшего света. А, то есть всё-таки микродозу нам оставили? Конечно. Для того, чтобы мы могли существовать, чтобы мы могли зачем-то тянуться, зачем-то бежать, что-то делать, передавать друг другу и так далее. И на эти микродозы высшего света не распространяется этот закон, что нельзя получать, можно только отдавать. Так что мы должны понимать, где он работает, а где нет. То есть, в принципе, от нас скрыт Творец. Это понятно, это реальность наша. И нам даны какие-то мелкие наслаждения, которыми мы наслаждаться можем, как вы сказали, чтобы у нас была энергия делать хоть какие-то действия. А что значит нас скрыто? Чем запрещено наслаждаться? Связью с самим Творцом? Запрещено наслаждаться ради себя. Ну, чем? А тем именно, то же ты сказал, самим Творцом, Светом. То есть явно, явно он не может раскрыться в нас? Да. Хорошо. Ну и затем, действительно, как мы уже говорили, описывается полностью на тысячах страницах вся эта система как, в принципе, как можно, да, наслаждаться. И здесь вот пишет в том же пункте Бальсулам, он вводит новый термин экран или массах это на оригинале. Массах или экран. Значит, что такое вот экран и какова его функция? Экран — это условие, что я буду получать, притягивать высший свет, наполняться высшим светом только в той мере, в которой я буду это делать ради наслаждения не себя, а других, посторонних. Потому что в таком случае я не буду получающим, а буду отдающим. Значит, вся наука была, она рассказывает о том, как притянуть высший свет и начать получать его, отдавая. То есть с помощью отдачи. И в таком случае это получение не будет считаться получением. В таком случае это будет равноценная отдача. И ты будешь при этом ощущать себя так же, как ощущает дающий тебе Творец. То есть, в принципе, можно так сказать, что экран — это антиэгоистическое свойство. Да. Которое позволяет как бы защитить моё желание от наслаждений, которые исходят от Творца, да? Да. И, в принципе, дальнейшее развитие — это как правильно использовать вот этот экран. И вот он здесь пишет, что когда вот высший свет сталкивается с этим экраном, то этот экран как бы его отталкивает. То есть, это как бы, ну, понятно, как бы у меня есть какие-то силы появляются, когда я могу отразить эти наслаждения. И это называется тоже новый термин «зевук дака», то есть ударное слияние. Да. Так и куда это наслаждение, которое пытается этот свет пройти в этот сосуд, куда оно уходит? Свет хочет меня наполнить. И он действует согласно своим намерениям. А я поступаю согласно своим возможностям. Я его отталкиваю, этот высший свет. Потому что иначе он войдёт в меня, и я получу его ради себя, что противоречит всей программе творения. значит, свет хочет в меня войти назильно, как бы ударяет в меня. Я его отталкиваю, не хочу принимать. И тут происходит ударное такое взаимодействие. Я отталкиваю свет, а свет отталкивает меня. И здесь, как только мы согласовываем между собой эти действия, насколько я могу. Это как гость с хозяином. Ну вот он дальше продолжает в пятнадцатом пункте, если вы можете это рассказать, потому что без этого тяжело понять. Просто как-то теоретически так. Да. То есть проблема в том, что как нам получить от творца то, что он желает нам дать, несмотря на то, что мы желаем получать только ради него. Как мы можем это сделать. Для этого существует здесь такое ударное противостояние, называемое АКА. От слова МАКА. Удар. Так вот, когда выше свет приходит ко мне от творца и давит на меня, чтобы я его принял и насладился, и я очень желаю этого наслаждения, но при этом я понимаю, что я буду абсолютно противоположен творцу, то тогда возникает такое состояние, как я отталкиваю этот свет от себя, отталкиваю это насилие над собой, что ли, и свет уходит, удаляется. После того, как он удаляется, у меня появляется уже возможность притянуть его не ради себя, не ради ощущения наслаждения, а ради того, чтобы принять этот свет ради творца, потому что он просит меня об этом, а не я принимаю его, потому как наслаждаюсь. И получается, что свет пришел ко мне для того, чтобы меня наполнить и насладить, я его отталкиваю и начинаю принимать только лишь для того, чтобы насладить его, творца. Вот и получается у нас очень хорошая связь между мной и творцом. что творец желает наполнить меня, а я желаю наполнить творца. То есть речь идет о построении такой вот системы, что, как он говорит, гость и хозяин дают пример, что когда гость приходит к хозяину и тот ему предлагает какие-то там блюда, то гость сначала делает сокращение, то есть он не хочет получать. Это естественная такая реакция. для того, чтобы, я так понимаю, это в нас уже заложено, мы не любим быть получающими. Стыд возникает. Верно. И далее, то есть первым делом у меня должен быть экран, а далее я все-таки начинаю получать, и почему? Почему я решаю, что да, мне надо? Ну, понятно. Потому что это получение уже будет не ради себя, а ради творца, ради хозяина, ради дающего. И поэтому я могу получать, после того, как я оттолкнул его, то есть продемонстрировал, что я сам не желаю насладиться, а желаю только насладить творца, и поэтому оттолкнув этот свет, я начинаю уже принимать потихоньку его так, чтобы насладить творца. Ну, то есть он дает такой пример интересный, на примере гостя-хозяина о блюдах, что сначала мне предлагается какая-то вода, допустим, и я решаю осознанно принять, потом, допустим, салат, и так далее, и так далее, и потом уже в конце какое-то там серьезное блюдо, мясо, и все это описывается построение миров. То есть сначала я могу принять 20%, 40%, 60%, 80%, и в конце уже 100%, всего ради творца. То есть это постепенно. Да. И далее он будет рассказывать, что это все миры, а миры это в кабале мир, улам, в переводе называется астара, то есть скрытие. Алла-май большее наслаждение и проверяет, могу ли я с ними работать или нет. Верно. Как мы здесь говорили уже, что в 16-м пункте, кто хочет почитать, здесь такой новый термин, как раз вот это зевук даака, это слияние, ударное слияние между экраном и светом и вот этим отраженный свет. И он подробно объясняет этот процесс. Далее есть интересная такая информация, вас попрошу прокомментировать, пишется так в оригинале, что однако так как установлено только в желаниях в общем не буду это читать, потому что долго, дальше говорится о том, что существуют две системы. Система святости и система клепот. Вот если можно объяснить, это что такое клепот, система святости? То есть есть желание, которое изначально было только желанием получать и таким образом его создал Творец. А это желание можно исправить, на желание отдавать и тогда если желание получать, оно противоположно свойству света, желает все получить в себя, наполниться собой, наполнить себя светом, то желание отдавать, оно наоборот, подобно свету. И в мире подобия света оно сближается со светом. Таким образом у нас получается из одного желания, которое задал Творец, желание получать, также желание отдавать. И мы работаем с этими двумя желаниями. А вот эти две системы, если я правильно понимаю, есть какие-то более грубые желания и есть более светлые желания. Весь системы, они работают одна против другой. Желание получать и желание отдавать, они находятся друг против друга и разыгрывают между собой или прямое, или обратное отношение к творению. А человека здесь пока еще нет. Человек это тот, который начинает потом уже снизу вверх, осознанно работать с этими двумя системами. Да. После того, как это все создано, сотворено, распределено, после этого появляется уже система, которая называется человек. И все же остается вопрос, все-таки чем мы наслаждаемся? понятно, что то, что нам дает творец, мы видим в этом мире, это всевозможные наслаждения от власти, от уважения, животные наслаждения, это мы понимаем. А в духовном, что нам дает, какие наслаждения дает творец? А в духовном эти наслаждения, они не прекращающиеся, и они не ограниченные ничем. Духовное наслаждение, они абсолютные. Что значит неограниченные? Почему неограниченные? Потому что в той мире, в которой есть эти желания, ты можешь выбрать в себе эти наслаждения и ощущать, что ты наполняешься. То есть если в нашем мире, когда свет входит в желание, оно его гасит, мы видим, постепенно самое большое наслаждение, когда только обошел. Да. А в духовном мире это зависит только лишь от того, насколько твои желания будут совпадать с твоими, ну, что называется, возможностями. То есть, насколько ты сможешь быть подобным свету, насколько ты сможешь его принять. то есть, в принципе, вся наука Каббала это как бы патент такого идеального наслаждения, которое не кончается. Да. И патент он в том, чтобы наслаждаться ради Творца. А иначе ты не сможешь наслаждаться, потому что иначе наслаждение это будет ради себя, и свет сразу же исчезнет. Ну, да, из-за первого сокращения, то, что мы изучали. Вот это вот само ради, оно как понятно, в этом мире тоже есть какие-то можно придумать примеры, привести когда-то ради кого-то, оно в принципе как бы не ограничено, но всё равно ограничено. Ну, слушай, в нашем мире это очень маленький мирок, в котором мы не можем изучать все свойства света и намерения. Ну, ситериотически, то, допустим, если человек наслаждается ради какого-то, любит кого-то человека другого и ради него наслаждается, то, в принципе, мы видим, что как бы эти наслаждения относительно не ограничены в рамках нашего мира. Но так как я понимаю, что творец, он бесконечен, это система, которая позволяет, если работать ради неё, то позволяет наслаждаться бесконечно. в этом, в принципе, весь смысл науки Каббала. Конечно, прийти к ощущению бесконечного, безвременного наслаждения. И то, что мы сейчас изучаем, то, что написал Баля Сулам, вообще-то впервые, это введение в науку Каббала, кстати, он это написал как одно из четырёх предисловий к книге Зор. Да. И здесь он пытается объяснить вот эту всю систему, которая была изначально создана. Ну и в конце, да, значит, такое можно сделать. Вывод, что мы сегодня изучали, то есть мы говорили стыд, затем говорили первое сокращение, затем ударное слияние и отражённый свет. Можно ли сказать, что вот этот отражённый свет это как новый сосуд, новый клиф, в котором мы получаем наслаждение? отражённый свет это свет, который отражает желание получать для того, чтобы подобиться творцу, желанию отдавать. Спасибо большое. Всем рекомендую почитать эту статью в оригинале и до следующей встречи. До свидания. Доброе. Будь здоров. Продолжение следует...